Более тысячи случаев пала сухой растительности зафиксировано на территории Тверской области с начала года. Такие цифры озвучивают в региональном управлении МЧС России. Неспокойными для сотрудников ведомства выдались минувшие майские праздники. Только за последние пять дней в Верхней Волже зарегистрировано 139 пожаров, из которых 82 случаев горения травы. Лишь благодаря самоотверженности и оперативности пожарных удалось избежать гибели людей. Массовый выезд жителей Верхней Волжи на природу на майские праздники, пожарить шашлыки или посетить любимые грядки, стал причиной всплеска количества пожаров, констатирует в региональном управлении МЧС. Как и в прошлом году, у нас традиционно отличаются Калининский район, Конаковский район, Торжовский. В этом году заметно отличился в худшую сторону по количеству пожаров и возгораний Зубцовский район. Вместе с тем в МЧС России отмечают, цифры хоть и большие, но они куда меньше показателей прошлого года, причем более чем наполовину. Жертв благодаря сотрудникам спасательного ведомства и вовсе удалось избежать. Во многом улучшения статистики в МЧС связывают с усилением надзорной деятельности. Составлено нами уже с начала пожароопасного периода более 200 протоколов об административных правонарушениях, более 100 определений о возбуждении административных дел вынесено. Также мы работаем с административными комиссиями муниципальных образований и административными комиссиями рассматриваем на данный момент уже более 40 протоколов. Дабы не пополнить список нарушителей, советуют в МЧС, жителям Тверской области стоит соблюдать ряд нехитрых правил. В частности, во время особого противопожарного режима, который действует на территории Верхнего уже с 1 апреля по 1 июня, категорически запрещено жить в лесополосе костры, сжигать мусор, в том числе в бочках. Кроме того, действуют ограничения на посещение лесов и парков. Если пренебречь этими запретами, можно нарваться на денежный штраф. На граждан до 4 тысяч рублей, в особый противопожарный режим, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Если же неосторожные действия с огнем повлекут за собой причинение ущерба имуществу других граждан или гибель людей, то в таком случае нарушителю может грозить уже уголовная ответственность. Особенно важно помнить об этом сейчас, когда на горизонте еще одни длинные выходные.